Дорогие товарищи, здравствуйте, мои дорогие. Я нахожусь в Анапе, в парке славы. Вечная слава героям, отдавшим жизнь за свободу и счастье народа. Здесь находится братская могила воинов и партизан погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, ребята. Здесь имена солдат погибших, офицеров, и горит постоянно вечный огонь. Люди помнят свою историю, ребята. Не забывают о тех, благодаря кому мы еще живы. Везде гвардия майор, герой России, погиб в Чеченской республике. Шалагин Вадим Александрович, старший динамент, погиб в Нагорном Карабахе. И здесь, ребята, очень много памятных плит. Чистенько, красивенько, ребята. Мне так нравится это место. Анапчанам, павшим при выполнении воинского долга Чеченской республики, ребята. Здесь сколько фамилий. И каких только нет фамилий, ребята. И русских, и украинских. И прибалтийских, ой-ой-ой, капитан ФСБ, Травкин ВС, подполковник Героя России, Помельков ВСБ, капитан ВСБ, Орехов ДВ, ой-ой-ой-ой, воинам-афганцам, ребята. Памятничек. Человек подошел, прикрестился. Вы, наверное, участник, да? Ух ты, можно я вас сниму? Зачем? Покажу, вы участник же Афганской войны. Да, самый начинок. Дорогой мой. Вот человек, который, ребята, выполнял интернациональный долг. Я тоже мог... Город Кундуз, 201-я Гатчинская дивизия. Сейчас она 201-я база в Таджикистане. Ой-ой-ой-ой. Ребята, я тоже мог попасть в Афганистан. Я призвался в ноябре 1977 года. А летом, да, 1979 года, зашли войска, да? Нет. 27 декабря. А, в декабре, да, зимой декабря, да, 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 да. Если бы мне... Я призывался в 1979 году, это точно я попал бы, потому что по всем параметрам я подходил. Комсомолец здоровый, родители нормальные, я был бы там, конечно. Ой, бедные люди, что они пережили? Были. Да, да, да. Не дай бог, не дай бог. Будут 14-го числа, вот, 15-го числа здесь собирается очень много. Я знаю, и в Украине, я сам с Херсона, Херсонской области. У нас тоже афганцы собираются 14-15-го, да. Ну, со мной служили... Я служил вначале в Кривом Роге. В Кривом Рогу служил? Да. Ух ты! Потом, вот, Бердянск, все это прошел, Никополь, все, настрель был в Бердянск, а потом подняли нас туда. И отправили в Кривом Роге. Ну, не был такого идиотизма, который сейчас творит. Да, да. Со мной в основном служили Макеевка, вот, Днеприджин, Днепропетровский, вот, ребята оттуда. Нормальные все ребята были, без никаких проблем. Все адекватные, половин русских, половин хохлов. Да, 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 дорогой мой, да. Все было нормально, сейчас все творят. А нас, стравили нас, как бараны лбами. Да не русских, а хохлов. Да, хохлов, да, против русских, да. Русские адекватные, а это, ну, рассказал им Зеленский, не знаю, чего. Да, пиндосы все делают для того, чтобы... Ну, это там, что он показывает. Заграды отряды уничтожают, стреляют. Ужас, ужас, дорогой мой, ужас. Ладно, здоровичка тебе. Крюмроги, Владимир, 78-й, 80-й. Ой-ой-ой. И вот, ребяточки, еще один монументик жертвам политических репрессий. Что будет, Влад, как думаете? Тут не убавить, не прибавить. Так это было на земле, Твардовский, Александр Твардовский сказал, ребята. Так что, дай бог, чтобы все закончилось мирно, спокойно. Ну, чтобы зло проиграло, ребята. А зло мы знаем, где находится, ребята. Так что, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова